...опровержение моим внезапно появившимся подозрением. У меня на него никогда не было никаких сигналов. Ну, от ошибок и неудач в нашем деле. Никто не может быть гарантирован. То есть, вам кажется, что я сильно ошибаюсь? Да нет, почему же? Конечно, возникшие подозрения нужно проанализировать со всех сторон. Иначе вообще зачем держать мой аппарат? Нас всех тогда можно назвать бездельниками, уклоняющимися от фронта. У вас больше никаких нет фактов? Что вам сказать? Я даже не знаю, что вам сказать. Я просил несколько дней записывать его разговоры с нашими людьми. Те, кому я, безусловно, верю, открыто говорят друг другу. О трагизме положения, тупости наших военных, кретинизме Риббентропа, оболвании Геринги и о том страшном, что нас ждет всех, если русские ворвутся в Берлин. А Штирлиц отвечает, ерунда, все хорошо, дела развиваются нормально. Любовь к родине и фюреру заключается не в том, чтобы слепо врать друзьям по работе. Я спросил себя, а не болван ли он? У нас ведь много тупиц, которые бездумно повторяют абракадабру Геббельса. Нет, он не болван. Тогда почему же он неискренен? Он или никому не доверяет, или чего-то боится, или что-то затевает и хочет быть кристально чистым. А что он затевает в таком случае? Все его операции должны иметь выход за границу к нейтралам. Я спросил себя, а вернется ли он оттуда? И если вернется, то не свяжется ли он там с нейтралами, оппозиционерами и иными негодяями? И я не мог себе ответить точно ни в положительном, ни в отрицательном аспекте. Сначала вы сами посмотрите его досье или сразу я возьму? Возьмите сразу вы. Я сейчас должен ехать к фюреру. Вы много пили? Совсем не пил. А почему у вас глаза красные? Я не спал. Было много работы по Праге. Наши люди там повисли на хвосте у подпольных групп. Вообще там будет интересно в ближайшие недели. Крюкер вам окажет поддержку. Он отличный службист, хотя фантазии маловато. Выпейте коньяку. Это вас взбодрит. Нет. Я от коньяка, наоборот, совею. Люблю водку. От этого не осовеете. Прозит. Этот особняк конспиративная квартира. В свое время через подставных лиц была сделана купчая. И некий Бользин, главный инженер химического народного предприятия имени Роберта Лия, получил право пользования виллой. Он же нанял сторожа за высокую плату и хороший паек. Бользином был штандартенфюрер СС Штирлиц. Сегодня он приехал сюда, чтобы встретиться тут со своим агентом Клаусом. Честно, кто-тоRED К размышлению. Дебельс. Ветеран гитлеровской партии. Рейхсминистр пропаганды. Обергруппенфюрер СС. Гаулейтер Берлина. Создатель новой морали Третьего рейха. Женат. Имеет шестерых детей. Образование среднее. Вы должны быть грубыми и безжалостными, когда речь идет о тех, против кого мы воюем и кого мы обрекаем на тотальное уничтожение. В ваших сердцах не имеет права шевельнуться жалость к славянину, еврею, французу. Помните, вы будущие хозяева мира. Дебельс. Руководитель Берлинской организации нацистов, шеф прессы, пропаганды и культуры Йозеф Гебельс был известен в рейхе как оратор, стратег политической борьбы, инициатор изгнания из Германии Томаса Манна, Альберта Эйнштейна, Бертольта Брехта, Анны Загерс. По его приказу был убит замечательный пубицист фон Осетский. С его санкций были казнены лучшие немецкие журналисты, коммунисты и социал-демократы. Неистовы нации. Так называли Гебельса в партии. Впрочем, аппарат рейхсфюрера Гиммлера в своих секретных донесениях именовал рейхсминистра иначе. Он проходил под кодированным обозначением «Бабельсбергский бычок». Несколько раз секретные агенты гестапо засекали рейхсминистра в будуарах актрис в Бабельсберге во время ночных оргий. Но скандал разразился, когда стало известно об увлечении Гебельса чешской актрисой Лидой Бааровой. Гебельс был вызван в партийную канцелярию и в течение четырех часов был вынужден давать унизительное объяснение о его связи с неполноценной славянкой. Вскоре после этих событий, которые чуть было не стоили Гебельсу карьеры, Штирлиц увидел рейхсминистра на книжной ярмарке. Он помнил руки Гебельса. Он помнил, как бережно Гебельс обращался с книгой избранных речей Гебельса. Той же ночью по приказу Гебельса были сожжены книги Маркса, Энгельса, Гегеля, Канта, Гейне, Манна, Толстого, Ролана, Горького, Брехта, Зеггерс и многих других. Рейхсминистр продолжал искупать свои грехи перед новой моралью Третьего Рейха. «Я, как и все мы, докажу фюреру свою верность, готовность отдать за него кровь, всюду единой каплей», – сказал он тогда. Гитлер простил его лишь в день покушения, когда Гебельс, единственный, кто оставался в Берлине из гитлеровских бонс, блокировал мятежных генералов и принял участие в их расстреле. Именно по его приказу в Берлине были проведены массовые аресты. Людей в те дни казнили сотнями, без суда и следствия. Фюрер наградил Гебельса, назначил его гаулейтером Берлина и стал поручать поездки на самые угрожающие участки фронта, где оборону держали фолькштурмисты и мальчики из Гитлера-Югенда. И, наконец, фюрер приехал в январе 1945 года на день рождения в дом Гебельса. В тот день Гебельс сказал жене, «С фюрером я восстану из пепла, с фюрером я погибну. Третьего не дано». Гебельс был отведен Штирлицем как возможная кандидатура для переговоров с Западом, во-первых, потому что он был в свое время скомпрометирован и отстранен Гитлером от политической власти. А это не забудьте.